Продолжается наш вечер. Рядом со мной гостья Людмила Самойлова, руководитель проекта «Человек-человек». Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы пришли к нам в студию, нашли время. Расскажите немного о вашем проекте. Что это такое? Наш проект — это служба помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. На самом деле, таких проектов сейчас достаточно много существует. Чем ваш проект отличается от других и как вообще идея его возникла? Наверное, наш проект отличается именно от других, потому что это приют. Пусть это приют временного содержания, временного пребывания, но у нас приоритет — это люди, которые больные, престарелые, инвалиды какие-то. Обычно очень часто случается так, что просто обращаются с каких-то больниц, что человека некуда просто выписать. Вроде как бы лечение закончилось, и теперь человек должен перейти на плановое лечение. Ну, ему просто некуда идти. Поэтому, естественно, если у нас есть место, мы его берем. А сколько у вас мест вообще есть, и сколько человек сейчас живет в приюте? Ну, вот на данный момент, вы знаете, у нас прибывает 24 мужчины и, так, 7, 8, 11 женщин и четверо детей. Ну, это большой такой коллектив у вас живет. Большое количество. Большая семья. А где вы находитесь? Мы находимся на улице Воронова, в Зеленой Роще, в Советском районе. И это какое-то помещение, где вот все эти люди могут спокойно жить? Да. Мы 5 лет были в аренде, и сейчас точно так же продлили аренду. Ну, правда, всего на 3 года почему-то. Но мы добились, что нам ее продлили. И люди разных возрастов, да, разного положения? Разного возраста. В основном, как говорится, единое – это то, что они больные на данный момент. Потому что очень много инвалидов у нас находится, есть лежачие больные. И как бы, ну, именно те люди, которые пали к нам уже без документов. В основном попадают такие. И мы, конечно же, восстанавливаем им паспорт, и далее делаем инвалидность. И, конечно, как я все время всех уговариваю, я говорю, никогда не бойтесь дома-интерната, потому что, ну, на данный момент вам просто идти некуда. Мы благотворительный проект. Вот видите, вот сегодня мы есть, а завтра нас может действительно не быть. Вот не дадут нам в аренду это помещение, и все. Поэтому, конечно же, мы стараемся этих людей потом пристраивать в дом-интернат. Если он не в состоянии пока еще, ну, как-то вот за собой осуществлять какой-то уход, а таких очень много. А кто осуществляет уход за ними? У вас есть медики в штате? Ну, вы знаете, медиков у нас нет. Именно как бы у нас вообще в штате, у нас в штате никого нет. Я сама волонтер, и у нас только добровольцы, только волонтеры. Помогают друг другу все те, кто находятся у нас в нашем приюте. И плюс еще, конечно же, наши волонтеры. То есть у вас есть постоянный такой штат, назовем это, да, волонтеров? Или они вот меняются? Ну, вы знаете, есть те, кто постоянно нам помогает, а есть те, кто приходит, уходит. Ну, вы говорите, что у вас только волонтеры, то есть только те, кто добровольно оказывают помощь, да? Тогда на что же живет проект? Вот на добровольное пожертвование мы и живем. Ну, вот наш канал тоже присоединяется к добровольным пожертвованиям. Мы периодически привозим и вещи, и какую-то помощь посильную оказываем. И, наверное, вы будете рады принимать такую помощь вообще от всех. Да, чушили и Красноярска, и Края. Что вам нужно? Какие нужны предметы, обеходы? Ну, в основном, конечно же, самое первое, что нам сейчас необходимо, это, конечно же, питание. Потому что надо кормить людей. И у нас их, вот я говорю, вот на данный момент получается там, ну, около 40. Поэтому, конечно же, нам их надо кормить. А это завтрак, обед, ужин. И, собственно, мы стараемся приготовить все свежее. Ну, поэтому, конечно же, естественно, продукты. Они не здоровые, да, им нужно иногда питание особое. Обязательно, обязательно. Поэтому, конечно же, мы благодарны всем, всем, всем тем благодарны, которые нам что-то привозят, приносят. Вот, например, вчера молоко. Это же замечательно. Вот молочка бывает не так часто у нас, потому что она все-таки портится. Поэтому, естественно, молочка нам очень нужна. И нужна вот именно, вот, например, сегодня свежая. Ну, вот у вас и дети живут, да, я так понимаю? Да, у нас есть комната матери и ребенка. Конечно же, это немножко отдельно от общих, от всех остальных. У них там своя спальня, которую мы ремонтировали. И, наконец-то, мы ее все отремонтировали. Теперь у нас находятся там три мамочки и четверо детей. А детишки маленькие? Старшей девочке 7 лет, а самой маленькой 10 месяцев. А, ну, то есть они ходят куда-то в школу, в садик? Ну, в школу Таня должна пойти только в этом году, потому что ей в феврале исполнилось 7 лет. Ну, и в детский садик пока тоже у меня детки не ходят. По какой причине? Я же сказала, что в основном у нас находятся больные, которые, ну, вот, в основном, что вот этой маленькой нашей девочке, у нее порог сердца, мама... То есть ей нужен особый уход, и она не может в детские учреждения доходить? Да, конечно же. И сегодня вот у нее был получен статус инвалида, ну, ребенок-инвалид, например, у девочки. И теперь просто мама в ожидании того, что нужно будет сделать ей операцию. Потому что операцию должны были сделать, ну, как обещали, говорили, что после родов почти сразу же, пока она маленькая. Но вы знаете, вот эта вот ситуация, которая не только у нас везде, пандемия и все-все остальное. В общем, каким образом у девочки вот скоро будет 11 месяцев, и пока еще операция не сделана. Ну, вот мы находимся все в ожидании. А вот как так получается, что попадают мамы с маленькими детьми к вам в приют? Почему они оказываются на улице, что им некуда идти? Ну, вот кто-то думает, да, что вот если человек оказался на улице, значит, обязательно он с каким-то негативным поведением, там, с какими-то привычками нехорошими. Но это не всегда так. Нет, это не так. Это совершенно не так. Например, мамочка просто, ну, просто рожала здесь у нас в Красноярске. Она родила. И сама она не местная, не красноярская. И тем более она мать-одиночка. Поэтому, естественно, вот все вот таким вот образом пошло, что просто ребенку нужна медицина. Ну, да, так случилось. Нужна медицина, нужна вот эта вот медицинская помощь. Нужна, ну, она должна быть здесь. Потому что здесь как раз все медицинские учреждения, и все, 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 что необходимо ребенку. У себя дома она просто ничего этого не будет иметь. По крайней мере, только находясь из-за того, что она здесь находится в городе, она обошла там какие-то обследования для ребенка, что-то сделала. И теперь, вот я же говорю, она находится в ожидании операции для ребенка. Это снова она должна находиться здесь. А потом после этого еще и реабилитация нужна. И это тоже под присмотром медиков все это должно происходить. Ну, дай бог, чтобы все случилось так, как и запланировано, и в кратчайшие сроки. А как долго у вас могут находиться люди в приюте? До решения проблемы. До решения их проблемы. Проблема может тянуться годами? Может тянуться. Ну, как бы мы берем человека на три месяца. Но за три месяца, естественно, мы не можем решить проблемы. Не у всех можем. И даже, можно сказать, в большинстве. Поэтому мы продляем пребывание. У вас существует какая-то договоренность или прям официальный договор с каждым, кто живет в приюте, о том, что по истечении такого-то срока, если он не нашел, не решил свою проблему. Устный договор, конечно, существует у нас. Но если надо будет, конечно, будет у нас договор обезьянный. То есть в среднем это три месяца, а чаще всего дольше. Дольше. А вам бы хотелось, чтобы расширялся приют и больше было мест для таких постояльцев? Вы знаете, ну, вот жизнь опять показывает. Вообще вот у нас же началось все с 2006 года, вообще наш проект существует. И если поначалу у нас просто были мобильные пункты питания, вы знаете, вот жизнь показывает, вот оказывается, надо развиваться. И все по-другому, потому что вот требуется, надо восполнять нужды этих людей, которым мы, собственно, начали помогать. В свое время мы просто их кормили, на улице ходили. Потом оказалось, что этого мало. Людей, значит, надо помыть, им обязательно нужен душ, им обязательно нужно какое-то теплое помещение. Поэтому у нас в 2011 году уже был центр дневного пребывания. Затем центр дневного пребывания показал, что этого тоже мало. Потому что приходят больные люди, в которых вот ты сегодня днем у меня находишься, а вечером я тебя буду выгонять на улицу. Ты больной, поэтому, естественно, уже нужен кризисный центр. Уже именно сколько мест там, чтобы можно было этому человеку находиться у нас. И вот опять же, видите, вот эти три месяца мало. Но, как говорится, я всем говорю о том, что все-таки государственное, она нужна в государственное учреждение. Вот это было бы здорово. Мы, знаете, как такое передержка. Промежуточное. Слово, да, промежуточное. Слово такое передержка, оно, конечно, относится совершенно к другому, но у нас так получается, что вот на какое-то время, именно временно, вот они у нас находятся, а потом, конечно, мы их пытаемся уже определить на что-то более постоянное. Ну, вот я знаю, что вы стали лауреатом премии «Босые души». расскажите в двух словах, коротко, потому что у нас совсем мало времени остаётся. Как это было? Что чувствовали? Это было очень интересно, в первую очередь, потому что, ну вот лично мне посчастливилось прижаться к телу сына Владимира Высоцкого, Никиты. Это было трогательно. Это было очень трогательно, просто до слёз. Ну что ж, я желаю вам, чтобы ваш проект процветал, чтобы ваши все задумки, все ваши мечты сбывались, и чтобы те, кому вы помогаете, были вам всегда благодарны. Это в последнюю очередь можно, но пусть проект действительно процветает, пусть расширяется, пусть людям, всем, кто у нас находится, будет ещё лучше, пусть они будут здоровы. Ну и не только, конечно, люди, которые у нас находятся, чтобы все наши волонтёры, все наши добровольцы и вообще все-все-все-все были счастливы и здоровы. Это самое главное. И, конечно же, поздравляю. Вот я вижу тут букет прекрасный стоит, поэтому хочется поздравить всех-всех женщин с наступающим праздником и пожелать самое-самое-самое главное, что женщине нужно сейчас на данный момент. Конечно же, чтобы они были счастливы в своей семье, чтобы у них были здоровы дети, внуки. Это я уже как бабушка говорю об этом. И, конечно же, все здоровы. Спасибо вам большое. Мы тоже поздравляем от всей души, от всей команды телеканала Афонтова вас. Всего вам хорошего. Спасибо. И я напомню, что в гостях у нас сегодня была Людмила Самойлова, руководитель проекта «Человек к человеку». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова